В один из воскресных вечеров семья Теплоуховых, как обычно, отправилась в магазин на автомобиле. Но на Свердловском проспекте Татьяна и ее сын стали свидетелями странной ситуации. Прямо на проезжей части стояли люди и просто смотрели на то, как умирает сбитая машиной кошка. Теплоуховы не побрезговали, завернули пострадавшую в теплый плед и отправились в ветеринарную клинику, забыв о всех своих планах. Даже немножко вспукнули, потому что кошка была беременная, у нее был разрыв матки, котят она, конечно, потеряла, котят она больше у нас уметь не будет. Кроме того, врачи диагностировали у бедолаги разрыв селезенки, черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава задней лапы. В экстренном порядке кошку забрали на операцию, а Татьяна решила дождаться ее исхода. Ведь прогнозы врачей были более чем неутешительны. Удалили ей и матку, удалили ей плоды, которые, к сожалению, уже погибали, удалили ей селезенку. Но если бы не Татьяна Анатольевна, если бы не ее сердечность, мы бы, конечно, потеряли бы еще одну кошку. Но чудесным образом кошка выжила. Татьяна решила, что это настоящее чудо и просто подарок судьбы. Кошку, которая оказалась породистой, экзотической, короткошерстной, нелосердная женщина решила забрать себе. Стеша стала третьей по счету питомицы в ее доме. Больную и израненную кошку женщине пришлось буквально в смысле этого слова заново ставить на ноги. Мы ее когда привезли домой, она даже забыла элементарно, как надо кушать. Ее с пальца кормили практически. То есть у нее пропал рефлекс, то есть вот жевательный рефлекс. Зато теперь у кошки аппетит отменный. Стеша, на удивление всех, очень быстро пришла в себя. Теперь ее благодарность не знает границ. Правда, ласковая и ручная кошечка, которая уже успела стать в доме теплоуховых всеобщей любимицей, до сих пор немного похрамывает на одну лапку. А плановые осмотры у невролога-ортопеда в ветклинике ей показаны каждую неделю в течение года. И сейчас ей становится лучше, но кошка еще не все понимает. Часть способностей у нее до сих пор пока остается утраченной. Но новая хозяйка кошки лишних хлопот не боится. Главное за нее, что пушистая красавица жива. А врачи вид станции теперь ставят добрый поступок сердобольной женщины в пример другим. И надеются, что таких людей с открытым большим сердцем, как у Татьяны, в нашем обществе станет больше. Евгения Малышко, Андрей Федотов, ОТВ.